Мы переходим к следующему нашему докладчику Наталье Валерьевне Гуляева. Я надеюсь, сейчас она попробует подключиться. Здравствуйте, я подключена. Итак, лекция, тема написана. Постараюсь эту тему оправдать. Очень благодарна организаторам за приглашение. Это лекция, реальное продолжение лекции, которая была на прошлогодней школе. Речь пойдет о моделировании инсульта для понимания патогенеза. И, конечно, наша конечная цель – это разработка нейропротекторных стратегий. Любая наша конечная цель – это лечение. Так или иначе, вклад в здравоохранение. Инсульт – заболевание многофакторное. Очень много механизмов участвует, много областей мозга. Несмотря на то, что инфаркт у нас может быть один, инфаркт мозга. Но изменения происходят практически во всем мозге. И несмотря на то, что все, что мы знаем сегодня об инсульте, в основном, я имею в виду механизмы, пришло к нам из эксперимента, тем не менее нет такой модели инсульта, которая бы реально воспроизводила основные принципиальные черты какого-то типа инсульта у человека. Мы можем рассчитывать только на отдельные механизмы и симптомы в наших экспериментах. И поэтому неудивительно, что абсолютное большинство, да практически все высокоэффективные в эксперименте по моделированию инсульта препараты, провалились в клинике, несмотря на то, что мы стараемся использовать вот такой идеальный, правда, малодостижимый подход, в котором в результате описания болезни фенотипа человека мы строим доклиническую экспериментальную модель, проверяем на ней препараты, дальше они идут в клиническое тестирование на человеке, и понимая недостатки модели или препарата, мы можем бесчисленное число раз вот этот вот круг повторять и думать, что мы постепенно улучшаем и понимание, и трансляцию в клинику. И действительно, исходя из вот этого полного провала применения якобы высокоэффективных в эксперименте препаратах, уже начинают ставить под сомнение возможности адекватного использования животных моделей. И сегодня мы с вами обсудим очень важный аспект этого. Это учет вторичных повреждений мозга, потому что практически все исследования, вся предклиника, которая делается на моделях инсульта, направлена только на область инфаркта мозга, а теперь понятно, что, в общем, этого далеко недостаточно. Вот здесь вот пример того, как располагаются очаги в мозге при ишемическом инсульте. У нас есть очаг первичного повреждения, который со временем модифицируется, вторичные процессы в первичном очаге происходят во времени, и вот с этими процессами ассоциированы неврологические дефициты, порезы и самые-самые разные проявления неврологических дефицитов, которые особенно выражены в острой стадии инсульта, а потом, ну, во многих случаях удается их вылечить или как-то корректировать. А процессы в первичном очаге индуцируют очень продолжительные процессы во вторичных очагах. То есть это дистантные очаги, которые за пределом области инфаркта мозга, и вот именно с ними, с этими повреждениями связаны прогрессирующие нарушения когнитивно-эмоциональной сфер, что мы так хотим предотвратить при инсульте, потому что эти отдаленные последствия наблюдаются, к сожалению, даже после легких и умеренных инсультов. И проблема, вот одна из проблем нетрансляции данных экспериментов в практику и состоит в том, что большинство предклиники направлены на первичные очаги, исследования первичного очага, а вот те расстройства отдаленные и, в общем-то, и обеспечивающие инвалидизацию большей части людей, которые пережили ишемический инсульт, это вторичное повреждение, и оно обычно касается лимбической системы мозга, гиппокампа, префронтальной коры, гипоталамуса, которые селективно чувствительны к самым различным факторам внешней для этих областей среды. Вот мы все очень хорошо знаем структуру первичного очага, инфаркта мозга, она нам сейчас неинтересна, это все очень хорошо знают, однако мы должны понимать, вот почему-то здесь он не идет последовательно, но ладно, неважно, мы должны понимать, что наличие этого очага – это очень тяжелый стрессорный фактор для организма, действует на основную стрессореализующую систему, гипоталаму-гипофизарно-надпочечниковую, и кортизол, который выбрасывается в результате вот этого стрессорного сигнала, так или иначе опять достигает мозга и воздействует как на область инфаркта, так и на другие области мозга. И вот эта вот реакция на фокальное повреждение, это же то же самое происходит не только при инсульте, а, например, при черепно-мозговой травме. Так вот эта реакция не учитывается ни в эксперименте, ни в клинике, а для вторичного дистантного повреждения структур лимбической системы эта реакция, похоже, ключевая. Вот здесь показаны уже последовательные реакции гипоталаму-гипофизарно-адренокортикальной оси, вот она у нас, на фокальное повреждение мозга. Значит, первое – это то, что мы говорили. Это острый стрессорный ответ, это адаптивно-компенсаторные процессы, быстрые, могут быть достаточно эффективны, однако первичный очаг же никуда не девается. И стресс хронизируется, а хронический стресс – это уже дисфункция гипоталаму-гипофизарно-адренокортикальной оси, это избыточное связывание кортизола с рецепторами глюкокортикоида и дальнейшее углубление дисфункции этой основной нейрогуморальной системы организма. А что такое избыток связывания кортизола с его рецепторами? Это патологическая сигнализация через рецепторы, это дистантные повреждения лимбической системы, дисфункции гиппокампа и вот те самые постинсультные когнитивные психические нарушения. Обратите внимание, что вот этот вот кортизол или кортикостерон, если мы работаем на моделях, он действует как на исходный инфаркт мозга, так и, что нас сейчас больше интересует, на структуры лимбической системы, которая обычно объединяется в сети, в нейрональной, и работает как сеть. Я напомню, почему гиппокамп – ключевая мишень глюкокортикоидов в мозге. Это центральная система лимбической системы мозга, структуры, извините. И фишка гиппокампа в том, что он контролирует как обучение память, за это ответственна в основном его торсальная часть, у людей это называется задний гиппокамп, а также мотивирует эмоции, мотивации, стресс-реактивность и, понятно, аффективные расстройства. Это передний у человека или вентральный гиппокамп у животных. И, собственно, почему такое разделение? Вот здесь показано, с какими разными структурами мозга связан дарсальный и вентральный гиппокамп. И вентральный даже иногда называют эмоциональный гиппокамп, а дарсальный – когнитивный гиппокамп. Конечно, не научные термины, но, по крайней мере, понятно, за что они отвечают. И, как я уже сказала, роль гиппокампа определяется теми нейронными сетями, в которые его участки, отделы включены. Вот это вот очень важно сейчас для нас, что в гиппокампе, как и в других лимбических структурах, но в гиппокампе особенно, очень высока плотность рецепторов глюкокортикоидов, глюкокортикоидных и минералокортикоидных рецепторов, причем минералокортикоидных рецепторов, которые обеспечивают мозге быстрые эффекты, практически, кроме лимбики-то, нигде и нету. То есть эти сети регулируются глюкокортикоидами. Здесь вот, к сожалению, сразу возник, поскольку у меня не работает последовательное включение, похоже, сразу возник обзор о том, что, а здесь на этом месте должен был быть текст, текст о том, что гиппокамп – это та область мозга, мы не должны забывать, общая фасция – это та область мозга, где непрерывно происходит нейрогенез и включаются в нейронные сети, очень похоже это сейчас доказано, в нейронные сети включаются новые нейроны, заменяют старые, особенно дегенерировавшие, и этот процесс происходит все время в гиппокампе, и этот процесс тоже регулируется глюкокортикоидами. Вот здесь просто обзор, где об этом очень подробно сказано, если кому-то будет интересно, можно его посмотреть, он в открытом доступе. Мы должны учесть, что, как ни удивительно, глюкокортикоиды в гиппокампе оказывают провоспалительный эффект. Для вас это, конечно, будет удивительно, потому что мы хорошо с детства знаем, что глюкокортикоиды – это противовоспалительные средства. Вот так сложилось, что, видимо, за счет экспрессии разных рецепторов в разных структурах, и в частности в структурах мозга, глюкокортикоиды, которые обладают противовоспалительным эффектом, в определенных ситуациях, в патологических, в лимбической системе, обладают провоспалительным эффектом. И вот тоже здесь есть книга на статью, которая в открытом доступе, нет сейчас времени обсуждать, почему. Это вообще такая приятная загадка, о ней интересно подумать, но мы только знаем, что избыток глюкокортикоидов, который связывается с рецепторами в гиппокампе, стимулирует нейровоспаление, окислительный стресс, избыточное высвобождение глотомата, нейродегенерацию и гибель нейронов. Так, это я что-то не то делаю сейчас, вот. Вот. Значит, глутоматергический синапс, как мы знаем, почему нас всегда интересуют детали его пластичности, очень пластичный синапс, который в норме осуществляет много функций, и основная его функция – это проведение сигнала, вносящего вклад в когнитивные, в реализацию когнитивных процессов, а при патологиях это тот синапс, который берет на себя удар, эксайтотоксичность, и вообще это сейчас принято в международных статьях называть гиперглутаматергическая трансмиссия. Ну, то есть это уже и более четко, чем просто эксайтотоксичность. И вот если мы посмотрим на структуру этого синапса, то мы видим, что очень много минералокортикоидных рецепторов, зелененькие, и голубенькие глюкокортикоидные рецепторы, с которыми связывается кортикостерон, если это животные, кортизол, если это люди, реализует регуляцию практически всех процессов на постсинапсе, и так или иначе регулирует и каналы, АМПА-рецепторы, НМДА-рецепторы, регулирует экспрессию генов, которые кодируют эти рецепторы, и на прессинапсе регулирует выброс нейромедиатора, глутамата. И поэтому, вот здесь представлена очень простая схема эффекта глюкокортикоидов, избытка глюкокортикоидов при реализации гиперглутамат-эргической трансмиссии в гиппокампе, и через нарушение синаптической пластичности вот в таком вот синапсе на выходе нейродегенерации, а с точки зрения поведенческих проявлений это когнитивные и эмоциональные расстройства, собственно говоря, которые осуществляются, начиная с момента, когда гиппокампе больше не может контролировать гиппоталмогипофизарно-надпочечниковую ось. Ну, как я обещала в названии, представить подтверждение той теории, о которой сейчас рассуждала, на моделях инсульта и в клинике. Сейчас эти подтверждения представлю. Тот, кто был на лекции в прошлом году, помнит, что много говорили о моделях инсульта ишемического, и в частности, как золотой стандарт окклюзия среднемозговой артерии, прежде всего введением интерлюминального филамента. И вот смотрите, как в обзоре пишут вот такая модель Лонго и Каизуми. Вот нет никакой модели Лонго и Каизуми. Есть две модели. Лонго, модель Лонго и модель Каизуми. Первая модель Каизуми, ее модифицировала Лонго, видимо, чтобы сделать ее немножко полегче и чтобы смертность, по крайней мере, уменьшить, потому что смертность в модели Каизуми, ну, у наших, по крайней мере, крыс 50% и больше. И вот здесь вот я тоже говорила об этом в прошлом году. Мы сравнили две модели Лонго и Каизуми. Это окклюзия среднемозговой артерии. Вот вы видите здесь у них минимальные, но все-таки есть различия в операции. Да, но сразу говорю, что никто на это не обращает внимания. Считается, что это одна модель. Мы так или иначе с ней работали. И оказалось, что именно модель Каизуми является моделью ишемического инсульта с гиперкортизолами и со вторичным кортикостероидзависимым повреждением лимбической системы и модель, на которой мы видим нейровоспаление. И вот здесь вы видите, что при одинаковом объеме инфаркта динамики неврологического дефицита и выживаемости мы имеем острое повышение кортикостерона в крови на модели Каизуми. Аккумуляция кортикостерона в лимбических структурах, это прежде всего гиппокамп фронтальной кора. Поразительно то, что эта аккумуляция сохраняется и через три месяца. Вот две статьи, на которые я ссылаюсь правы, это три месяца. Видим нейровоспаление, индукцию провоспалительных цитокинов и говорим о том, что вот вероятно отдаленные постинсультные нарушения поведения будут в этой модели. Так мы говорили. Так, что с нарушениями поведения у животных с дистантным повреждением гиппокампа. Нам не удалось получить на крысиных моделях однозначно трактуемых различий в изменениях поведения. Изменения поведения есть, но совсем не те, что мы ожидали. То есть мы так думали, что модель Каизуми сейчас даст нам депрессивно подобные симптомы, и когнитивное снижение нет, не дает. Ну и, конечно, сразу подумали, что мы сами косоруки, да еще и идиоты. И когда очень внимательно глубоко изучили литературу, получилось, что нет поведенческих тестов, которые вообще были бы адекватны для трансляции на когнитивные и аффективные расстройства у человека. А потом, когда мы еще более внимательно посмотрели, оказалось, что разные группы используют разные линии животных, разные модели ишемии, разные сроки после ишемии, разные поведенческие тесты. Причем многие, например, вот так говорят, они видят депрессивно подобные симптомы через месяц, а через два месяца уже нет. Вот у людей так не бывает, у людей идет углубление патологии, развитие патологии, развитие депрессии, развитие деменции, а вот у животных так нет. И поэтому вообще невозможно корректно сравнить опубликованные данные. Здесь вот в этой статье мы обсудили этот вопрос. Но хорошая новость состоит в том, что в клинике есть данные, которые подтверждают гипотезу о роли глюкокортикоидозависимого дистантного повреждения гиппокампа в развитии постинсультных когнитивных и аффективных расстройств. И вот в частности я очень быстро пройдусь по этим данным. Это статья, в которой четко показано на большой когорте пациентов, что уровень кортизола в данном случае в слюне, его удобно мерить в слюне, выше у пациентов с умеренными когнитивными нарушениями и МСИ. И вы видите, что в качестве диагностического маркера это прекрасно работает с огромной чувствительностью, огромной специфичностью. Это независимый фактор риска когнитивного расстройства. Следующая работа очень интересная. табаска табаска не соус, а тель-авив брейн-экьюд-строк кохорт. Эта группа работает уже лет десять, набирая все новые и новые когорты. И они показали, что повышенный уровень кортизола в слюне пациентов с ишемическим инсультом связан с атрофией мозга, с когнитивным снижением. Вот здесь, например, видно, какие группы при поступлении в клинику они сравнивают. Вот эта вот группа с высоким уровнем кортизола, эта группа с низким уровнем кортизола, это умеренные инсульты. Вы видите, какая динамика в течение 24 месяцев. И обратите внимание, что, конечно, с острого момента кортизол снизился к 6 месяцам у группы с высоким кортизолом, но нормы так и не достиг. Он остался повышенным. А здесь на нижнем слайде показано, что по их шкале исполнительных функций намного лучше себя ведут люди с низким кортизолом, чем с высоким, которые пытаются после острой стадии эти исполнительные функции восстановить, но потом снижаются и уже, конечно, очень расходятся с группой с низким кортизолом. мы набрали свои когорты и показали, что вообще после легкого и умеренного ишемического инсульта вообще во всей когорте в течение года уровень кортизола в слюне повышен, но мы не знаем, какой он был до инсульта, поскольку начали, естественно, с первого дня. Но уже с первого дня он был выше контрольного и потом не снижался. И, что очень важно, четко показали, что повышенный уровень кортизола как в слюне, так и в сыворотке крови в остром периоде легкого и умеренного ишемического инсульта связан с развитием когнитивного снижения у этих людей. Здесь вот две группы. Группа без когнитивного снижения, с когнитивным снижением и их сравнением. К сожалению, здесь два слоя картинок он мне скушал за счет того, что показал окончательный вариант, но я расскажу. Это тоже табаско, другое исследование табаско, там, где на входе людей разделяли по уровням кортизола в волосах. если вы отстрижете один сантиметр от скальпа, то это примерно месяц роста волос. И там можно определить кортизол. И считается, что это условно обозначается как бы кумулятивный индекс предшествующего стресса. Это не совсем так, но так или иначе мы будем из этого исходить. люди были четко разделены по высокому или низкому уровню кортизола в волосах. И было четко показано, что более высокие уровни кортизола в волосах это большие объемы поражения. А вот здесь когнитивная шкала, глобальная когнитивная шкала, которую эти авторы используют. И вот вы опять видите, что это люди с уровнем кортизола в волосах меньше 60 пикограмм на миллиграмм. Вот они как реализуют свои когнитивные функции кумулятивные. А вот это люди, которые вошли на высоком кортизоле в волосах. Больше либо равно 60 пикограмм на миллиграмм. Это действительно очень хороший показатель. И вот внизу ссылка на нашу работу очень активно цитируема. Мы взяли этот индекс для исследования людей с большой депрессией и он очень хорошо отражает состояние пациентов до поступления в клинику и очень коррелирует с тем, что с ними происходит потом. Конечно, вот такой уровень свидетельствует о дисфункции гипоталом гипофизарной адренокортикальной оси и об избытке кортизола в течение длительного времени. И последнее, о чем я хочу сказать. Сегодня очень популярные трактовки патогенеза многих заболеваний в рамках гипотезы двойного удара. То есть, о чем идет речь? Что первый удар, хотя на самом деле это удары, ассоциированы с факторами риска заболевания, а второй удар, это тот, который является триггером развития конкретного заболевания. Очень яркий пример депрессия. Очень часто человек, который заболел депрессией в подростковом или взрослом возрасте, имел большие проблемы в детстве, проходил через какие-то детские стрессы. И это первый удар, его детский стресс. Кстати, это же очень хорошо моделируется на животных. А второй удар, это то, что произошло с ним уже, когда он вырос, тяжелый хронический стресс, который выдержал бы человек, не первого удара, но не выдержал человек, который этот первый удар имел, и он развил все симптомы депрессии. Так вот, вот эта гипотеза сегодня для заболеваний мозга использована для депрессии, шизофрении, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, как минимум. И наш вопрос, а не применима ли эта гипотеза для инсульта, для ишемического инсульта. И если инсульт не первый удар, а мы же вот сейчас то, что мы видели, мы видели, что люди уже входят в инсульт разные, например, по уровню кортизола накопленному, да? Так вот, если инсульт не первый удар, то тогда можно предположить, что существует предрасположенность к дистантному вторичному повреждению. То есть человек уже предрасположен в тот момент, когда у него проявился инсульт. И действительно мы это проверили, проверили в лоб. Мы у пациентов с умеренным и легким ишемическим инсультом, еще раз подчеркиваю, это люди, которые не проявляют неврологического дефицита. Нет. Они как бы заболели и все у них хорошо. А на самом деле у них все нехорошо, потому что через месяц, два, три год они выходят в депрессию или в когнитивное снижение. Вот этих людей мы исследовали. И вот не показываю подробно, потому что статья еще в печати. Вот те пациенты, которые демонстрируют постинсультное когнитивное снижение, вот они, эти люди красненькие, они по сравнению с синенькими, которые тоже прошли инсульт, но без когнитивных потерь, имеют исходно меньший объем височного полюса, это часть височной коры, которая тоже входит в систему лимбическую, и супрамаргинальный извин, которая действительно важна для когнитивной функции. А вот те люди, которые вошли в депрессию, они имеют сниженный объем энтеринальной коры, это на входе, то есть это МРТ в первые, в остром периоде инсульта, а депрессия потом, через месяц и даже год. Значит, сниженный объем энтеринальной коры, височного полюса и гиппокампа. Таким образом, мы можем сказать, что вот объемы гиппокампа, интеринальной коры, височного полюса и супрамаргинальной извилины могут быть предикторами развития вот этих вот длительных когнитивных и депрессивных расстройств. И что важно, мы показали, просто картинку не показываю, что вот объемы этих структур у разных групп пациентов ассоциированы с тем же кортизолом, то есть это показатель функционирования гипоталом гипофизарной адренокортикальной системы, и по очень простому тесту активность альфа-амилаза в слюне, она адреналин зависимая, значит, есть адреналин, будет активность, нет адреналина, будет меньше активность. и это мера активности симпатоадреналовой системы. Вот, ну и уровень кортизола за месячный период, вот это в кавычках уровень накопленного стресса в волосах, он тоже коррелирует со снижением объема тех структур, о которых мы говорим. То есть действительно похоже, у этих людей был какой-то первый удар, инсульт был для них вторым ударом, который и стимулировал развитие когнитивных и депрессивных расстройств. И отвечая на вопрос, как глюкокортикоиды связаны с коморбидными болезнями мозга, мы говорим, что это функциональные и структурные, зависимые от глюкокортикоидов повреждения гиппокампа и других лимбических структур, которые селективно уязвимые отвечают на действия стрессорных факторов и отвечают чем? Нейровоспалением, снижением нейротрофической поддержки, развитием гиперглутамат и эргических состояний, нарушением нейрогенеза и нейродегенерации. И это основа для вот этих длительных последствий ишемического инсульта. Здесь тоже должны были быть последовательные картинки, но так или иначе вот мы только что проанализировали огромное количество литературы в этой области и пришли к такой красивой схемке, все есть в открытом доступе, где, ну, если очень грубо, мы определили мишени глюкокортикоидов, мы определили последствия избытка глюкокортикоидов, и мы определили те заболевания, которые ассоциированы с этими последствиями при нарушениях функционирования гипоталом гипофизарной надпочечной козвина. И если вы видите список этих заболеваний, здесь и психические заболевания, это и когнитивные расстройства, это даже эпилепсия, наркомания, диабет и просто старение, которое не является заболеванием, но что важно, что механизмы развития этих заболеваний разные, но комбинации, извините, одинаковые, но комбинации этих механизмов и участки мозгов, в которых они проявляются, разные, но тем не менее общность механизмов, конечно, обеспечивает их коморбидность. И последний take home message для тех, кто действительно моделирует инсульт на животных, нужно обращать внимание на вторичные повреждения и тогда так или иначе нейропротектор и стратегия обрабатывается и имеют высокий шанс успеха в клинике. Благодарю за внимание. Мы тоже благодарим Наталью Вареньевну за доклад. У меня микрофон не слышит, к сожалению. Мы поэтому будем транслировать в чат наши вопросы. Есть ли вопросы у нас в зале? Их все равно придется задать голосом. Пожалуйста, здесь чтобы они пошли в трансляцию. Большое спасибо за доклад. Вы можете кратко написать, я соображу. У меня два вопроса есть. Скажите, пожалуйста, насколько эффективно назначение стероидных противовоспалительных препаратов для подавления вторичного повреждения мозга при инсульте и внедрен ли этот подход в клиническую практику? Да, спасибо большое за вопрос. Насколько эффективно назначение стероидных противовоспалительных препаратов? Думаю, что вообще неэффективно. И не слышала, чтобы это использовали. Мне кажется, это в голову даже никому не приходило подавлять нейровоспаление этими препаратами. Потому что если вы возьмете статью про доктора Джекила и мистера Хайда, на которую я ссылалась, она была в биохимии в 2021 году, в открытом доступе, там мы как раз на эту тему рассуждаем. Видимо, комбинация и эффективность рецепторов кортикостероидов в гиппокампе такова, что в патологических условиях они начинают почему-то работать на провоспаление. Вторичные повреждения есть ли методы? Нет, нет, как раз характерно есть методы, вот то, что я вам показывала, ведь модель Кайзуми и модель Лонга это инфаркт мозга в области среднемозговой артерии. Этот инфаркт мозга не касается гиппокампа, а мы берем гиппокампы фронтальную кору. То есть это и есть дистантное повреждение. Оно относительно исходного исходной области инфаркта мозга, оно, конечно, вторичное, оно дистантно. И вот ровно там мы видим провоспалительные эффекты. Спасибо за ответ. с инсультом быть я вывел вопрос на экран, что можно посмотреть. И в зале тоже. Есть несколько единичных статей, которые показывают на фоне инсульта развитие синдрома Кушинга, но понимаете, во-первых, ну мало того, что они совсем единичны, это просто как кейс описывается, а не как когорта. И самое главное, мы же не знаем, что было с пациентом до того момента, когда он пришел с инсультом. Это редкая ситуация, когда вы получили пациента, которого наблюдаете какое-то время, а вдруг его хватил инсульт. То есть я хочу сказать, что теоретически это возможно, но те данные, которые есть, кейсы, они не дают однозначного ответа так. Вопросов больше нету, как я понимаю. Тогда я пишу Наталью Валерьевну. Спасибо большое, прошу прощения за проблемы из бомбоубежища. Да, спасибо большое.